Как быстро пролетают три летних месяца. Во дворе лицея царит возбужденная праздничная атмосфера. Вот он, первый учебный день, с которого начинается длинная череда учебных будней. И все же хорошо, что первый день осени начинается с праздника. Праздника, который вмещает в себя так много разнообразных, разнополярных, удивительных определений и оценок, которых нет в других праздниках. Что для вас начало учебного года? Начало учебного года это? Учеба. Страх. Не знаю, может праздник какой-то. Слишком грустно. А для тебя? Боль. Я сам. А для тебя? А для меня счастье. Я люблю учиться, потому что я отличница. Это обычный день. В большей степени, наверное, праздник. А в меньшей степени? Ответственность большая. Страх, волнение. Это начало учебного года. Так, а еще что? Почему такой особенный? Ну, потому что начинается вся учеба и, может, нужно готовиться к предстоящему будущему и экзаменам. Вот ты правда реально это понимаешь, что нужно готовиться? Да, нужно готовиться. 1 сентября – новые шаги к успехам, поражениям, препятствиям и победам. Новый учебный год для лицеистов, учителей и родителей – это. Ну, на самом деле весело. В прошлые годы это были первые ступеньки, это уже ступень повыше, после которой уже можно идти дальше. Новая ступень в жизни – это новые испытания, которые я все равно пройду. Это праздник, это будущее наше. И радостно, и грустно. Ты видишь своих друзей, но тоже время. Начало учебного года – это вообще начало нового этапа в жизни. И праздник, и труд. Ага, а чем трудятся родители? Обычно дети же учатся. Родители трудятся тем, что заставляют детей учиться. Встреча с одногруппниками, веселые моменты. Ощущения. И это как начало новой жизни. Конечно, это праздник для детей, для учителей. И потому всех с праздником. У нас, например, 10 класс, здесь нужна только поддержка. Школа – это ведь не… или там лицея – это не окончание какого-то этапа. Это всего лишь ступенька для следующего. Каждый год дружный коллектив лицея радует и удивляет гостей, родителей и лицеистов праздничным началом нового учебного года. Непривычное начало ждало нас и в этом году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброго ранку! 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 что несет звания лицеист, адже лицей — это гордость Славутича, гордость Киевской области, а вы лицеисти — его слава и слава всей Украины. Ваши перемоги завжди винчает прапор державы. На вашу честь лунает гимн Украины. Городской председатель в приветственном слове разыграл две фирменные ручки, задав не совсем простые вопросы о площади, которую занимает наш город, и о количестве кварталов. Вручил грамоты двум юным волонтерам, помогавшим ухаживать за щенками, и пожелал лицеистам удачи в новом учебном году. А самое занимательное, полезное и интересное началось все же после официальной линейки. Преподаватели труда, физики, химии, географии, физкультуры устроили интереснейшие мастер-классы для всех желающих. Рукодельницы мастерили кукол, мальчишкам и родителям рассказывали про азимут и ориентировались на местности. Играли в бадминтон и метали дротики. Различные химические и физические опыты тоже собрали большое количество зрителей. Еще из хороших новостей — с 1 января 2020 года зарплата всех педагогов и работников образовательной сферы будет повышена от 20 до 70%. Поэтапное повышение, согласно июльскому постановлению, Кабмина продлится до 2023 года. Все-таки хорошо, что осень начинается с праздника. Кабмина начнет быстрее. Кабмина. 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 Кабмина.